Снова пришел этот день, надо менять масло в машине. Я позвонил в Toyota, узнать, сколько мне будет стоить менять масло и фильтры. Мне сказали такую цену, что я решил записать это видео и рассказать вам, сколько будет вам стоить содержать машину в Барселоне. Страховка, налоги и ТО. Ставим лайк, подписываемся, а мы начинаем. Расскажу вам историю, как я покупал свою машину. У меня была Toyota Aigo. Есть одно видео в канале, там, где я вроде показываю, как отдыхать в парковке. Там можете видеть мою машину, там я ссылку вот тут оставлю. Вы можете кликать и посмотреть, как выглядела моя машина тогда. И после этого я решил продать вот эту машину и купить себе вот эту машину, которую у меня сейчас есть. Toyota Yaris Hybrid 2018 года. Почему я решил выбрать эту машину? Потому что несколько лет назад тут приняли закон, что старые машины тупо не могут заехать в Барселону. В Мадрид тоже. Даже я вам так скажу, что в центр Мадрида сейчас, если машина не электрическая, не может заехать. Только электрические машины могут заехать в центр Мадрида. Я тогда решил купить вот такую машину, потому что у этой машины этикетка ЭКО. Это значит, что экологическая машина. На своих экранах сейчас вы видите этикетки, которые в данный момент существуют. Я вам проясню очень кратко, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Ноль. Синяя этикетка. Это электрические машины. ЭКО. Это в моем случае, это гибридные машины, у которых есть электрический двигатель и бензин. Или есть, если не ошибаюсь, с газом и бензином, которые работают, у них тоже вроде ЭКО-этикетки бывают у этих машин. Есть С. Зеленая. Это бензин. И Б. Желтая. Это дизель. Я вам оставлю ссылку в описании. Если вам интересно прочитать больше про эти этикетки, вы можете там прочитать. Какие плюсы у этой машины? Бензин тратит меньше. Парковка 50%. А есть места там, где 70% скидки. Я имею ввиду парковки на улице. Еще один плюс этой машины в том, что годовой налог у этой машины около 20 евро стоит. И это очень дешево, потому что другой пример, который я знаю, BMW 2008 года 320i стоит около 150 евро. И плюс в этом году, нет, два года назад приняли еще один закон в Каталонии, то, что убрали платные дороги и добавили другой налог. CO2. К этой машине это не относится, потому что эта машина считается экологически чистым. А другие машины, у которых мотор там 150 лошадей или 120 лошадей, или больше, я примерно говорю, потому что я точные даты не знаю, и они будут стоить так где-то 80-90 евро в год. Плюс еще один налог к этому налогу, который всегда был. Надо купить еще страховку. А страховка это очень такая тема, что точно не можешь знать, пока не будешь считать в интернете. Там есть сайт, и там можно с калькуляторами считать, сколько у вас будет стоить примерно страховка. Если ты только получил права, тогда страховка у тебя будет стоить около 1000-1200 евро. Если у тебя с опытом и машина как, ну, такая стандартная машина, не очень дорогая машина, то страховка будет стоить около 350-400 евро. Я это примерные цены говорю. А скорым временем, если вы подписываетесь и поставьте лайк, я вам расскажу, сколько стоит менять масло у этой машины. Ладно, давайте, не буду вас утомить и буду говорить, сколько, наконец-то, мне сказали, стоит менять масло Toyota Yaris в официальном дилере. 280 евро. Менять масло, менять фильтр. И у них оговорка такая, что они мне дадут год гарантии, если что-то случится с машиной, это значит, если какая-то деталь, мотор или что-нибудь сломается и это докажется так, что вина производителя, тогда они все бесплатно починят или поменяют, все сделают. А если что-то там изнашивается, например, лампочка сгорела, это уже, друзья, не докажешь. Поэтому я сейчас стою перед выбором пойти в Toyota за 280 евро менять масло и получить еще один год гарантии, непонятной гарантии, так сказать. Или пойти в другое место, которое называется Nord Auto. Я один раз там был с прошлой машиной, они по-быстрому все сделали и по цене тоже очень хорошо вышло. Поэтому я сейчас не знаю, пойти туда или пойти туда. А что вы думаете? Напишите в комментариях. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если вам интересна эта тема, тогда я вам сообщу после того, как я принял решение. А решение надо принимать до 31 августа. До скорой встречи, друзья!